Чудны дела твои, автомобильная глобализация. Мировая премьера рестайлингового кроссовера Jeep Compass состоялась еще прошлой осенью в Китае. Затем обновленные машины последовательно дебютировали в Индии, Южной Америке и Европе. И почему-то только сейчас представлена вроде бы основная, или уже нет, версия для Америки. Для нас это важно, потому что собранные в мексиканской толуке автомобили отправляют не только в США, но и в Россию. Салон полностью переделан. По центру выставлен экран актуальной мультимедийки U-Connect 5 с диагональю 8,5 или 10 дюймов. Внедорожное исполнение Trailhawk выделяется оригинальными скошенными внизу бамперами, приподнятым на 25 мм дорожным просветом и особой трансмиссией Active Drive Low. Имеется в виду увеличенное передаточное отношение у главной пары, которая позволяет использовать первую передачу вместо понижайки. В обычных условиях автоматическая коробка стартует со второй. Атмосферный двигатель 2.4 с бездроссельной системой впуска Multiair не тронут. Сообщают только о переработанной системе Start-Stop. При полном приводе мотор сочетается с 9-ступенчатым автоматом, а переднеприводным версиям положен 6-диапазонный. Продажи машин в США стартуют осенью по ценам от 25 тысяч долларов. В России компас обновится не раньше следующего года. Еще одна новость от джипа короткой строкой. Напомним, что новое поколение Гранд Чироки пока представлено только удлиненной на 205 мм версии L. Стандартный внедорожник должен дебютировать в конце августа на автосалоне в Нью-Йорке. Но вот первое изображение, причем сразу в гибридной версии, которую Альянс Талантис раскрыл, отчитываясь о своей стратегии электрификации. Подключаемый к розетке Гранд Чироки должен быть аналогичен Ренглеру. Там система основана на двухлитровой турбочетверке и совокупно выдает 380 сил. Кстати, о Ренглере. Сталантис постановил, что в Европе нужно продавать только гибридные джипы. А это значит, что двухдверные машины покидают рынок. Ведь бензоэлектрическая установка помещается только в длинной пятидверке. Всему виной европейские требования о средних выбросах углекислого газа по модельному ряду. В этом месте жители Туманного Альбиона потирают руки. Во-первых, требования Евросоюза после Брекзита на Великобританию не распространяются. А значит, двухдверные джипы на британском рынке останутся. А во-вторых, прямой конкурент Ренглера по имени Land Rover Defender ни из каких рынков уходить не собирается.